Привет, друзья! Привет вам из солнечной Тулы! Мы сегодня побываем в одном очень интересном месте под названием Выставка боевой техники около Тульского музея оружия. Музей оружия находится практически в самом центре города. На берегу реки Упа ход в сам музей платный, а вот на территорию около музея, где стоит боевая техника, бесплатный, то есть свободный. Я вот приехал на велосипеде, мимо проезжал и решил, что мимо подобной выставки проезжать нельзя. Сама выставка здесь находится уже несколько лет, техника в основном старая, советская, но есть и один очень интересный боевой образец, который сюда привезли недавно. Техника, к сожалению, не трофейная, а, собственно, бывшая армейская, советская, военная. Итак, поехали, посмотрим, что есть на этой выставке. Ранее я снимал ролик про это место, но это было пару лет назад, и сейчас решил немного переснять. Ну и к тому же сама выставка чутка обновилась. Начнем мы с авиабомб. Вот такие здесь бомбы. Полутонная бомба. Кассета калибра 500 килограмм. Смотрите, какая красота. Вот тоже FAT500. Наверное, в новостях часто слышите FAT500, FAT1500. Здесь у нас 1500 нет. Вот макета. Ну, она будет просто побольше. Вот тут малявочка, 123 килограмма. Такие вот бомбы. Поехали дальше. Град. Установка Град. Вот как выглядит ракета. На технике изображен тактический знак. Мы находимся в Туле. В Туле 106-я гвардейская дивизия базируется. Ну и, в общем-то, это ее тактический знак. ВИ. Победа. Викторий. Вот сам музей оружия, но мы туда заходить не будем. Музей классный, экспонаты шикарные, выставки меняются. Давайте посмотрим технику. Сегодня она герой нашего ролика. Снаряд. НПО «Сплав». Там разрабатывается. Ураган. Это называется «Ураган». А это у нас РСЗО «Смерч». Стреляет далеко, но не прям супер метка. Но, тем не менее, одна из мощнейших в мире считается. Старенькая, правда. Самый интересный экспонат у нас будет в конце ролика. Но, все-таки, прошу не перематывать. Давайте досмотрим. Поехали. Дальше. Еще раз полюбуемся на «Ураган». Сейчас разработали торнадо. Что-то похожее, но более точное. Это «Леопард». Радиолокационная станция. Старенькая, тоже советская. Выдавшая виды. Пушечка, наверное, больше так. Для успокойств. Толпа от нее немного. А это у нас «Рысь». Тоже, судя по надстройке, радиолокационная станция. Тактический знак «Зет». Полюбуйтесь на «Рысь». Красота. А вот и зоопарк. Такие установки периодически в новостях проскакивают, что наши ребята их выносят. То есть у «Врага» тоже такие есть установки. Ну, потому что она принята на вооружение в 92-м году и, в общем-то, продавалась в другие страны. Танк. Т-55А. Старенький танк. Еще раз подчеркну, для особо невнимательных, либо слишком умных, эта техника просто в музейные экспонаты. Российская армия воюет на гораздо более современной технике. Поэтому любуйтесь, смотрите, пишите комментарии, если где-то на табличке. Возможно, что-то указано неверно. Вот, например, здесь. Правильно ли указан танк или неправильно. Еще один танк. Т-80Б. А это что за малявочка? Боевая машина десанта. БМД-1. Вот такие вот машинки можно было сбросить с парашютом. А это у нас что? БМП-1. Древняя, старая, но, тем не менее, еще используемая. Вот здесь люди высаживаются. Вот это красота. Как выдумывается, как называется. Сейчас мы вам подскажем, если я не ошибаюсь, Куба М1. Табличка информационная. Вот она. Я прошел ее мимо. Ну да, Куб М1. Комплекс ПВО. У врагов таких комплексов достаточно много. И в новостях периодически мы их выносим. Потому что досталось богатое советское наследие. Но практически у них уже этого всего нет. За три года большая часть комплексов подобных выбито. Остались единицы. А это у нас ну, наверное, те, кто в Афганистане были, узнают, что за техника. Шилка. Самоходная зенитная установка. Шилка. Кстати, против дронов отличная тема. Не надо придумывать пять автоматов на тележке. Вот такая красота любой дрон вынесет на раз-два. Но что-то наши как-то мало используют подобную технику, к сожалению. А это, друзья, мои корабельные пушки. Артургийская установка. Хорошие вещи для защиты от дронов. Кстати, тоже корабельная пушка. Движемся дальше. Еще пара корабельных надстроек. Дуэт собирается на КБП в Туле. Это продукция тульских оружейников. И кливер. Вот это что-то новенькое. Раньше здесь этого не было. В прошлом моем видео создан для модернизации БМП-1 и на надводных малых кораблях. Интересная установка. Опять же, не забывайте прийти посмотреть эту технику можно также совместив с посещением самого музея оружия. Он выглядит как древнерусский шлем. Полюбуйтесь. Здесь несколько этажей. Еще есть цокольный этаж. В общем, один из крутейших музеев оружия центральной России. Да, наверное, и вообще во всей Европе. Так что гости города и те, кто здесь не был, обязательно музей оружия посетите. Оно того стоит. И сейчас мы с вами подойдем к изюминке сегодняшнего ролика, к самой новой боевой машине на этой выставке. Это уже будет современный экземпляр, современный образец техники, который принимает участие во многих конфликтах и себя очень хорошо зарекомендовал. Вот так. Что же это такое? Сейчас увидим, друзья мои. Перед этим посмотрите. Вот такая аллея. Вот, кстати, здесь вход в музей оружия. Аллея с известными конструкторами Токарев, Макаров, Рогожин и так далее, Мосин. И вот, друзья, полюбуйтесь на Панцирь. Потрясающая крутая штука. Сшибает дроны. Турецкий Байрактар плачет кровавыми слезами, когда рядом находится Панцирь С1. Давайте осмотрим его со всех сторон. На базе КамАЗа, на шасси КамАЗа, как правильно говорить. Поглядите на его технические параметры по дальности. 20 километров. Щегловский вал производит эту систему. Три человека экипаж, 20 тонн вес космоса. только полюбуйтесь на это. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие образцы техники боевой и старые и современные здесь есть. Поэтому всем, кто не был, гостям города и жителям рекомендую заглянуть, посетить, посмотреть, погулять. Здесь приятно посидеть, полно скамеечек, розы. Обалденно, друзья мои. Ну и не забывайте про сам музей оружия. Он ждет вас. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, не пожалеете. Лайк. Всем пока. Увидимся, друзья, в других роликах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА